Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. В студии Факира Рамазанова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Карантин в школах. О том, сколько образовательных учреждений перешли на дистанционку, расскажем в начале выпуска. Карантин в школах. Самое главное в моем представлении, чтобы в дело не вмешивались провокаторы. Там, где провокаторы, там раздор, там склоки, там недопонимание и там ссоры. Время собирать земли в единую базу данных. Так решили в Минимуществе Республики. Подробнее расскажут наши корреспонденты. На светодиодных экранах размещены фотографии злостных должников, находящихся в исполнительном розыске. Должники на билбордах. Судебные приставы переходят на действенные методы влияния на злостных неплательщиков. Республиканскому дому народного творчества 85. О выставке, приуроченной к этой дате, узнаем из культурного блока новостей. В образовательных учреждениях Дагестана замечен рост заболеваемости ОРВИ, сообщает Министерство образования и науки Республики. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по региону приняло решение закрыть на карантин школы и классы, в которых по причине болезни не посещают уроки 20 и более процентов учеников. Среди них две буйнакские школы с численностью учеников свыше 600 человек и 35 классов из разных школ Махачкалы, Нововакского и Ногайского районов. Все они временно переведены на дистанционный режим обучения. Минобор держит ситуацию на контроле и проводит ежедневный мониторинг ситуации. Тем временем в Хасавюрте растет число граждан, обращающихся к врачам с признаками отравления. По данным Минздрава, количество обращений за помощью к медикам с симптомами острой кишечной инфекции достигло до 172 человек, из которых 160 – дети. А на стационарном лечении находится 46 пациентов, в том числе 40 детей. Им оказывают всю необходимую помощь. Прокуратура республики проводит по данному факту проверку. В Дагестане границы муниципальных образований полностью вносятся в новую базу данных. Если раньше границы были только обрисованы на бумагах, то сейчас все эти сведения заново проверяют и после корректировки вносятся в единый электронный государственный реестр. Для чего все это делается, узнала Асель Манапова. Всего в республике 759 муниципальных образований и есть профильный закон об их границах. Электронный реестр к началу прошлого года было внесено лишь 8% от всех данных. За год ситуация кардинально изменилась. Эту работу мы провели и хотел бы отметить, что если на начало 2021 года были внесены сведения всего лишь о 65 муниципальных образований, то на конец 2021 года их количество увеличилось до 647 муниципальных образований, это более 80%. Осталось снести базу данных только те муниципальные образования, которые граничат соседними регионами. Это так называемые спорные территории. Их намерено охватить в течение этого года. Я твердо убежден, что любые спорные вопросы можно разрешить. Можно разрешить на основании требований закона и здравого смысла. И в общем-то хотел бы определить, что в основном, самое главное в моем представлении, чтобы в дело не вмешивались провокаторы. Там, где провокаторы, там раздор, там склоки, там недопонимание и там ссоры. Если провокаторы не будут вмешиваться, на основании, как я уже сказал, требований закона и здравого смысла, любые спорные вопросы могут быть разрешены. Как заверяют ведомства, технически этот вопрос решить несложно. Образцы примерных границ каждого населенного пункта есть. Надо просто все детально проверить, сопоставить и, если нужно, внести коррективы. После уже передать эти данные у Росреестр для обнесения в единую электронную базу. Асельман Аполло Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Должники на билбордах в центре Махачкалы. Дагестанский суд приставы вернулись к практике размещения в общественных местах фотографий злостных неплательщиков алиментов. На сегодняшний день в республике таких насчитывается более 7500 человек, из которых 800 находятся в уголовном розыске. Главным образом на них и распространяется данное нововведение службы судебных приставов региона. Количество исполнительных производств по взысканию алиментов платежей с каждым годом растет. Особое внимание управлением уделяется исполнительному розыску злостных неплательщиков по алиментам. В этой связи совместно с Управлением по предпринимательству торговли и рекламе администрации города Махачкалы на светодиодных экранах размещены фотографии злостных должников, находящихся в исполнительном розыске. На фотографиях указаны их фамилия, имя, отчество, а также сумма задолженности. Цель данной акции это привлечь внимание горожан и при обнаружении этих должников, чтобы они уведомляли Управление Федеральной службы студентного пристава. Именно в этих целях там указан и номер телефона Межрайонного отдела по взысканию алиментов платежей по городу Махачкалы, номер телефона доверия, а также номер группы телефонного обслуживания Управления Федеральной службы студентного пристава по Республике Дагестан. Мобильный пункт вакцинации открылся на базе предприятия «Салават-стекло Каспий». Такое решение было принято после постановления Роспотребнадзора. Медпункт оборудован всем необходимым. Здесь имеется специальная морозильная камера для хранения вакцины. Медиков привозят на место в назначенное время. Иммунизацию сотрудников проводят только после осмотра и заключения врача об отсутствии противопоказаний. «За период, с тех пор, как уже пункт вакцинации начал действовать, у нас привито около 270 работников наших и ближайших организаций. В основном прививаются гамка ВИДВАК или спутник ВИК, как по-другому называется. Это наиболее эффективная вакцина на сегодняшний день. Но Каркмаскалинская ЦГБ, вот эта больница района, она предоставляет возможность вакцинироваться и другими видами. У них все виды есть, и ЛАЙТ, и ЭПИВАК, и КАВИВАК. По желанию работников можно выбрать на выбор. У нас непрерывное производство, мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю». Новый штамм ОМИКРОН набирает обороты по всей стране. К сожалению, в республике эта инфекция тоже была зафиксирована. В рамках комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции в мэрии Хасавюрта провели тестирование сотрудников. Глава города отметил важность соблюдения профилактических мер и рекомендаций специалистов. Тестирование – это одна из превентивных мер, которая поможет вовремя выявить и пресечь дальнейшее распространение болезни, считают специалисты. Республиканскому дому народного творчества исполнилось 85 лет. По такому значимому поводу более 70 мастеров со всего Дагестана, с разных районов и аулов собрались на выставке в Махачкале, чтобы рассказать о своих ремеслах и поделиться секретами искусства. Карим Даниев посетил мероприятие и внимательно все изучил. Смотрим сюжет. Выставка «Родники Дагестана» вобрала в себя все декоративно-прикладное искусство страны гор. Здесь проходит демонстрация и мастер-классы по вязанию ковров, гончарному делу, ювелирному искусству, деревообработке, живописи и другим ремеслам. Атмосфера полностью погружает присутствующих в исторический быт предков. В зале Союза художников собрались мастера со всего Дагестана. Представительница Ботляхского района Адигат Рашидова сегодня получила диплом за вклад и сохранение декоративного искусства Дагестана. Она шьет настоящие бурки по древним технологиям. Очень сложно. Сперва очищаем шерсть, очищенную шерсть, расчесываем специальную вот чесалку, она называется чесалка. После расчесывания подбиваем вот как называемый по-аварски этот ад. А что в этот момент происходит? Пухообразный должен получить шерсть. После всего этого раскручиваем ее. После этого воняем ее. Благодаря таким мастерам, как Адигат Рашидова, джигиты имели свои традиционные и практичные бурки. Но, по-моему, чего-то не хватает. Как джигит мог скрасить свой томный вечер? Ибрагим Гаджи занимается изготовлением деревянных музыкальных инструментов более 30 лет. Его стихия – пандур и кумус. Любимому делу он отдает все свое время. А деревянная заготовка в его руках принимает правильную нужную форму. На изготовление одного инструмента, начиная от сушки дерева и до окончательной полировки, уходит около года. «Сначала форму делаем, потом потихонечку вот отсюда выгребаем, выгребаем отсюда. Видел, бывает, да, что-то отсюда. А потом тихо-тихо, таким острым маленьким топором форму. После этого очень легкий должен меня снимать, и то наточенный. И форму делаем. Потом рубанком, потом шкуркой. Ну, долгая, вот мелкая. Долгая работа. А липа, она почему используется? Потому что она доступна здесь растет, или потому что материал хорошо? Потому что липа хорошо подается, и крепкости хорошие имеют, и блеск он берет хорошо. Конечно, ни один джигит не обходился и без кинжалов. Каких видов они бывают, когда и где применялись, знает мастер Казима Загиров, потому что он сам их кует и реставрирует. В принципе, в старину каждый мужчина носил его. Дети даже носили. Он повседневно, он все время в обиходе бывал. Каждый при себе поясе имел кинжал старинный. Он всегда бывал. А сабли уже, шашки, сабли, они уже во время боя, когда ходили по ходу, только тогда. Вот этот кинжал, он изготовлен к юбилею Дагестана. Вот здесь, на дагестанскую тему, если посмотрите узоры, вот эти рисунки из дагестанского быта, он специально на юбилею Дагестана изготовленный кинжал. Это сабли, это зульфикар меч, то, что ПВЧС на дирчаха меч, зульфикар, вот его копия, это я изготовил его. Наша дагестанская кинжалка. Когда Петр Первый приезжал в Дагестан, он увидел эти ружья, вот, видишь, восьмиграны вот здесь, на конце, они нарезные идут. Вот у нас впервые делали эти нарезные ружья. В Европе не были они еще такие ружья. Вот Петр Первый даже купил, у него музей сейчас хранятся наши дагестанские ружья. Харбукские ружья, стол сделан из дамасской стали, слоеная сталь. Сейчас ни один кузнец такой стол не сделает. Выставка «Родники Дагестана» приурочена круглой дате. 85 лет со дня образования Республиканского дома народного творчества. Ее организовали в рамках года культурного наследия народов России. Открытие выставки посетила и министр культуры республики. Как вы знаете, это было принято, такое решение руководством нашей страны в целях и популяризации народного искусства, и сохранения многообразия богатейшей культуры народов России. Согласитесь, что для нашей республики, которая славится и уникальным этническим многообразием, и богатейшими культурными традициями, это особенно актуально. И вот сегодняшняя выставка, она открывает вот этот тематический год, который, я уверена, он станет очень богатым на очень красивые, яркие культурные события. Знаково и знаменательно, что год культурного наследия России в Дагестане совпал с юбилеем одного из вторейших учреждений культуры Дагестана, 85-летием Республиканского Дома народного творчества. Мы впредь постараемся на высоком уровне нести наше народное искусство. Мы очень благодарны нашему президенту, еще раз подчеркну нашему родному министерству, потому что все наши проекты, это проекты, которые нам дают возможность реализовать те таланты, показать, вернее, те таланты, реализуя их, мы имеем возможность показывать многостороннюю, многожанровую культуру народов Дагестана, народов России. Для нашего музея сотрудничество с Домом народного творчества тоже важно, потому что зачастую мы видим какие-то интересные области народного искусства, которые сохранились в горах и которые представляются на этих выставках. Хотя, конечно, музей тоже эту работу исследовательскую везет, но всегда интересно, когда твои коллеги тоже работают в этом русле. Выставка продлится до 31 января. В течение этого времени экскурсоводы будут знакомить жителей и гостей с традициями разных народов республики. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на нашей официальной странице в инстаграм и на сайте nnt.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!